Ребят, всем привет! Сегодня посмотрим с вами спецтехнику от Автопанорамы, серия называется Спецстрой. Проходил как-то я мимо игрушечного отдела в магазине Мультибум и меня заинтересовали две вот эти вот модели экскаваторов, один гусеничный и другой колесный. На ценнике я вам покажу стоимость, они стоят одинаково, то есть и колесный и гусеничный экскаватор стоят по одной цене, и продается в Мультибуме, город Тольятти, во всех магазинах, но еще в Самаре, если кому-то интересно. На пятой просеке магазин расположен. На коробке нам указано, что эта модель имеет звук, звук двигателя, ну какие-то другие звуки мы с вами, конечно, посмотрим. Коробочка вот такая сзади, интересно мне стало посмотреть, что же это за игрушки такие в виде экскаваторов. Ну мы по-моему с вами уже Автопанораму обозревали, там кстати неплохие модели автомобилей в 24 масштабе, я вам их показывал. Сегодня мы посмотрим экскаватор, масштаб у него 1 к 50. Сейчас я их извлеку из коробки, вот они в коробочке, и мы с вами их посмотрим уже более детально, посмотрим как работают механизмы, и наконец какие же они имеют световые и звуковые эффекты. В общем вот первый экскаватор я извлек из коробки, он вот внутри еще в таком блистере упакованный. Сейчас вам покажу колесный экскаватор. Ну в принципе модель интересный, он такой тяжелый, прям вот как настоящий, наверное. Давайте второй откроем. Второй тоже в таком блистере, внутри коробки тоже не менее такой он весистый. Ну наконец, давайте все-таки я их извлеку, уже окончательно покажу вам уже самому интересно, что это за игрушки, а может быть это на самом деле модели такие классные. Давайте смотреть. Вот так вот выглядят ребята эти модели, на самом деле очень тяжелые, как я вам и говорил. Ну конечно они имеют некий функционал. Кстати, вот этот вообще инерционный, смотрите, ездит сам. Ну естественно у него поворачивается платформа. Вот видите, звук у него, я так понимаю, батарейки где-то внутри. А, ну здесь видите, вот есть защитный такой язычок. Но мы позже к нему перейдем. Давайте посмотрим все-таки как функционирует данная модель экскаватора. А вот лопата у него впереди не опускается и не поднимается. Но зато функционирует вот эта рука. Видите, интересная между прочим модель. Можно и не только поставить на полку, но может быть и сделать какую-то диораму. Давайте посмотрим. Вот гусеничный. Тоже имеет поворотную платформу. Гусеницы. Гусеницы нет, ребята. Они крутятся, но полноценно ездить этот экскаватор у вас не будет. Ну тоже у него подъемная часть вот в виде руки работает. Имитация, как видите, гидроцилиндров, как на ковше, так и на самой стреле экскаватора. Также вот в передней части тоже, видите, два гидроцилиндра. Они полностью имитированы. Имеет двухцветный окрас, окраску оранжевый такой, с темно-серой. Ну и вот эти вот наклейки все, конечно, вот модель. Ну, между прочим, интересный, интересный агрегат. Пятидесятый масштаб. Ну, я не знаю, попробую вам что-то сымитировать, поставить грузовики. Правда, в 43-м масштабе вряд ли, конечно, вот этот экскаватор впишется. Ну, вот гусеничный должен, должен. Мы попробуем обязательно. Ну, здесь то же самое вот на колесном. Видите, у него все работает, все функционирует. Вполне себе достойный экземплярчик. Ну, правда, под него надо уже грузовик в пятидесятом масштабе. Снизу вот так он выглядит. Ничего интересного. Ну, вот это такие вот лапы имеет для устойчивости во время погрузочных работ. Кстати, они ведь функционируют. Ну, в принципе, неплохо. Но мне больше нравится, почему-то вот гусеничный. В кабине тоже имеют они некую детализацию. Там есть рычаги, сиденье оператора, экскаваторчик. Здесь, наверное, то же самое. Да, здесь один в один они, ребят. Кабины у них практически одинаковые, как видите. Что еще? Здесь вот есть некая имитация гидрошлангов, которая подключена к цилиндрам подъема стрелы. Видите? А здесь, наверное, тоже. Да, ребят, здесь то же самое. Вот у них они практически одинаковые. Просто разные платформы. Один на гусеничный, другой на колесный. Ну, и высота примерно одинаковая. Вот это, конечно, повыше. Поэтому, наверное, я имею в виду колесный. Поэтому, наверное, он и такой большой и под 43 масштаб не подойдет однозначно. Ну, мы что хотели с вами сделать? Давайте посмотрим, какие звуки издает данная игрушка. Хотя кому-то, может быть, не игрушка. Вот защитный верлок мы убираем. А здесь вот на верху есть кнопочка. Нажмем ее. Ух ты. Вот видите? Почему-то светодиод голубой у него горит. Непонятно для чего. Один звук у него. Давайте второй запустим. Попробуем. Тоже уберем ярлык. Здесь вот в нижней части вставляются батарейки, динамик. Ну, попробуем тоже. Одинаково. Абсолютно. Имитирует работу, наверное, погрузки грунта или щебня. Ну, если честно, то звуки какие-то нудные. Наверное, даже ребенку не понравится. Никак не остановится. Звуки, конечно, не кудышные. Самый оптимальный, вот как я, как мне нравится, вот этот вот гусеничный. Более-менее, я думаю, подойдет, даже если кто-то захочет к себе в коллекцию. Ну, может быть, и вот этот тоже. Хотя, наверное, кто-то и 50-й масштаб собирает. Ну, больше, наверное, этой игрушки, чем масштабная модель. Хотя детализация у них неплохая. При определенной сноровке, конечно, можно доработать, подкрасить что-нибудь, да. И, я думаю, будет вполне достойный экземпляр. Давайте, наверное, попробуем сымитировать погрузку. Погрузку грунта. Ну, наверное, можно как-то так смоделировать. Да, я не занимался диорамами, поэтому вот примерно вам показываю, как это можно сделать. Или убрать какой-нибудь из экскаваторов. Ну, по мне, так я бы брал, наверное, колесный. Да, ребят, наверное, я бы вот так вот и оставил, потому что вот этот экскаватор на гусеничном ходу, он более подходит вот по масштабу к этому КАМАЗу. А КАМАЗ это от ВД-модуль. Вспомните, собирал я ее, есть он на канале, сборка. Но, в принципе, не так уж и плохо, не так уж и плохая эта вот, скажем так, все-таки игрушка, да. Ну, можно, можно все сделать. Если захотеть, можно из-за игрушки тоже сделать модель. Ну, в принципе, и так неплохо. Не буду я уж слишком критиковать. Все-таки это ценовой сегмент немножко другой, немножко на другой масштаб и немножко на другой возраст рассчитаны вот эти экскаваторы. Пишите, что вы думаете по этому поводу, по этим экскаваторам. Возможно, у кого-то они из вас уже есть. Тоже выставляйте фото в группу, кто, может быть, как-то их доработал. Интересный, кстати, вопрос на эту тему по доработке вот разного рода игрушек, которые более похожи на модели, да. Поэтому ждем от вас фотографии. Интересно очень посмотреть, кто во что гораст и кто что сделал. Ну, я вот пока вот так вот додумался примерно вам показать, что я вижу, да. Фантазия у меня, может быть, небогатая, но вот что получилось, то получилось. В общем, пишите комментарии. Мы с вами увидимся обязательно в следующих видео. Кого заинтересовали эти экскаваторы в мультибуме в городе Тольятти, они есть во всех магазинах по несколько штук. Так что приходите, если кому нужно, покупайте. Цена 919 рублей. В общем, все на этом. Давайте пока. Увидимся.